Несмотря на пандемию COVID-19, одесские школьники продолжат обучение в классической форме, однако с ограничениями. Учеников допускают на занятия. Только после измерения температуры во всех классах должны быть дезинфицирующие средства. Этот учебный год ученики первых четвертых классов проведут без масок на уроках, а вот на переменах их надевают только старшеклассники. В департаменте здравоохранения призывают чаще мыть руки, а подростков не посещать массовые мероприятия. Отметим, в случае инфицирования среди учителей есть, но вспышек коронавируса в школах нет, уверяют чиновники. Медики просят родителей при наличии у детей симптомов респираторной инфекции не приводить их в школы. Конечно, огромная просьба на то время, когда уже дети пошли в школу, ограничить посещение тех общественных мест, где не придерживается масочного режима и где большое количество людей. Накануне 1 сентября в детских поликлиниках были очереди, многие дети так и не получили пробу Руфье. Министерство здравоохранения уже не требует справки от детей непосредственно к одню знаний. Те, кто так и не получил ее, теперь будут в подготовительной группе на уроках физкультуры. В таких группах дети получают меньше нагрузки. Проба Руфье делается для того, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы у ребенка и возможности адаптации, то есть восстановления детей после физической нагрузки. Проба Руфье – это несложная процедура. В кабинете врача в течение 15 секунд ребенку измеряют пульс, потом просят присесть 30 раз. Затем второй раз измеряются пульсы, третий – после небольшого отдыха. После этого по специальной формуле врач определяет ребенка в группу физической подготовки. Их всего три – основная, подготовительная и специальная.